Приготовила листвочек, сейчас порисуем немножко с вами, чтобы было много вопросов по пивоформе именно, когда у нас ноготочки не совсем ровные, что с ними делать и как правильно пилить, как правильно работать аппаратом и так далее. Так, эфир постараемся сохранить, чтобы в любом случае все могли посмотреть, вот, ну что, наверное, начнем, потому что думаю, что в основном все будут смотреть вечером, уже после работы, так, сейчас мы поставим стаканчик с водичкой, Значит, начнем с опилоаппаратом, да, то есть разберем сначала, как пилить аппаратом. Смотрите, если наша длина позволяет, то есть вот у меня сейчас достаточно длинные ногти уже отросли, значит, если нам длина позволяет, то мы можем опиливать сразу по форме овал с помощью фрезы. То есть мы начинаем опиливать с хорошим наклоном на себя, разворачивая руку на бок, вот от этого угла, то есть мы не трогаем в росты, мы немножко отступаем и работаем от этого угла, от левого угла до правого. Вот такими движениями я сейчас показываю без включенного аппарата. Это когда у нас позволяет длина, то есть мы можем практически всем носиком опиливать ту форму, которая нам нужна. Значит, какие нюансы при опиле? Мы обязательно должны сравнивать ногти от кутикулы, то есть мы ее вот отодвигаем, она у меня здесь немножко даже отодвинута, от ноготочка в кутикуле до кончика. Самый длинный ноготочек у нас средний, потому что даже если посмотреть на руку, то он у нас получается и сам пальчик самый длинный. Поэтому если мы его укоротим и сделаем одинаковый по длине, вот эти все три пальчика, то он визуально будет смотреться коротким. Поэтому вот этот у нас ноготочек самый длинный, вот эти два ноготочка у нас чуть-чуть покороче и в основном всегда получается, что они должны быть равными между собой. Очень-очень редко бывает, что у клиентов, например, указательный очень широкий, и поэтому его приходится делать длиннее, чем безымянный. Но в основном они примерно одинаковые ширины, поэтому мы их делаем одинаковые. То есть сравниваем вот таким образом по длине, чтобы эти две ногтевые пластины были одинаковые. Дальше, какой случай мы еще сейчас с вами разберем? Смотрите, если я покажу свои ноготочки сбоку, мы увидим, что указательный пальчик у меня клюющий. Видно? Поставьте плюсики, если нас хорошо видно, девочки. И слышно. И слышно, да. По губам придется читать. Девчонки, поставьте плюсики, а то я так разошлась уже, может быть не видно и не слышно. Поставьте плюсики, если видно и слышно хорошо. Один плюсик вижу. Плюсики. Хорошо, значит видно, слышно. Слава Богу. Так, значит смотрите, у меня на одной, так сказать, руке есть разные типы ногтей. И нас будет интересовать указательный, он клюющий у меня. Значит смотрите, что я предприняла в этом случае. Если у нас нет времени или клиент не хочет, ну так скажем, переплачивать за поднятие свободного края, да. Потому что, ну частенько клиенты не понимают, зачем это нужно. И иногда донести очень тяжело, что покрытие находится в натяжении, что трещины могут быть и так далее. Вот, значит смотрите, что мы можем предпринять. Если посмотреть на ноготочки вот так, сейчас сфокусируем чуть-чуть. Видите, то есть здесь у меня практически материала не осталось. А на указательном я оставила вот примерно от наивысшей точки до кончика старый материал. Но это, конечно, при условии, если материал носится хорошо, без отслойек. Очень удобно экспресс поднятие свободного края. И как раз сейчас на этом ноготочке я покажу, как поработать фрезой и что сделать с ноготочком, который растет вниз. Поехали! Работаем мы на форварде, на больших оборотах, практически на максимальных. И так как длина позволяет, я могу попилить именно тем способом, который я сейчас показала. Первый способ у нас будет работы фрезы под наклоном. Разворачиваем ручку на бочок, чтобы было видно. И начинаем потихонечку убирать, как ножичком. То есть видите, у меня фреза идет очень плавно, мягенько. Я не машу ей, сильно на фрезу не нажимаю, чтобы не спилить лишнего. И опиливаю ту длину, которая мне нужна. Развернула. Смотрите, теперь я наклоняю пальчик в эту сторону, чтобы было видно. И прохожусь по этой стороне. Если мы вот в этот момент не наклоним фрезу на себя, то есть не будем заходить немножко под низ ногтя, то будет неприятный удар. То есть вы, во-первых, снесете боковушку, во-вторых, и клиент не пугается, но и вы вместе с ним. Вот так из-под низа. Аккуратненько поправляю все, что мне нужно. Можно прям максимально выпилить ту форму, которую нам нужно. Вот так. Обязательно разворачиваем со стороны клиента, проверяем. То есть со стороны клиента нам всегда нужно ровно не с нашей стороны, а со стороны клиента. Вот. И второй способ, смотрите, покажу. Так, ну вот, на среднем, наверное, на указательном сейчас покороче еще сделаю, чтобы на среднем можно было еще показать. Другой вариант работы фрезой. Сейчас, прям, чуть-чуть. И мы фрезочку оставим в покое, и уже перейдем на пилку. И второй вариант, смотрите, когда у нас короткая длина. То есть если у нас маленький свободный край, ну, конечно, на форме овала это очень редко бывает, если честно, поэтому вот этот вариант самый удобный. Если вдруг вам не позволяет длина, то вы можете работать вот таким способом. Сначала опиливаем нужную длину, сравниваем. И работаем только по углам. Аккуратно выпиливаем один угол и аккуратно выпиливаем второй угол. То есть когда мы работаем таким способом, когда у нас нету длины свободного края, многие мастера боятся таким образом зайти, чтобы не задеть передний валик клиента. Но опять-таки повторюсь, что на форме овала это бывает очень редко, так чтобы прям совсем не было свободного края. Поэтому, в принципе, даже на маленькой длине такой опил, который я показала вначале, будет удобный. Просто вы будете работать меньше части носика. Но на всякий случай показывают, если кто-то боится, можно убрать аккуратно вот таким образом сначала длину. То есть мы держим аппарат относительно ногтя вертикально. Настроишь, чтобы было видно? Пробильно. Нет, сейчас не видно, что он вертикально стоит. Нужно показать, что вертикально относительно ногтя. То есть вот таким образом, вертикально. Дальше разворачиваем ручку на бочок. И также упиливаем один уголочек. Разворачиваем на второй бочок. И упиливаем второй уголочек. Вот таким образом. Остальное мы уже допиливаем пилочкой. Дальше. Что у нас с указательным пальчиком? Значит, смотрите. Если заглянуть в торец, то видно, что у него есть, сейчас сфокусируется, толщина. Вот прям очень хорошо видно. Значит, смотрите. Для того, чтобы нам ноготочек сделать пряменьким, нам нужно перевернуть пальчик и выпилить эту толщину изнутри. На себе немножко и надо, девчонки, чтобы еще было вам видно. Значит, смотрите. Здесь мы работаем каким образом? От серединки на форварде влево выпиливаем. И чтобы нам поработать от серединки вправо, нам нужно переключить на реверс. Чтобы вот такого момента не было, как у меня сейчас. От серединки поработали вправо. Сделаем каппал выравниваем. Это просьба? Просьба. Ну, может быть. Смотрите, девочки. Уже видно, что он стал более пряменький. Сейчас мы подберем вот эту висячую боковушку и он станет у нас совсем хорошим. Вот так. То есть мы удалили изнутри весь ноготочек практически. И за счет того, что у нас сверху был материал, мы компенсировали, и у нас получился более ровный ноготочек. Это в том случае, если клиент не хочет платить, а вы хотите свою работу сделать качественно. То есть это секундное дело, которое, в принципе, даже не стоит доплаты. Потому что мы это сделали из старого материала. Но, опять-таки, конечно, при условии, если он проносился хорошо. Значит, у меня здесь стоял материал камуфлирующий. То есть база была каучуковая, но камуфлирующая. Что это означает? Любая камуфлирующая база будет жестче, прозрачной. Поэтому я могу выпилить ноготь изнутри. И сверху я также перекрою камуфлирующей базой. Для меня это идеальный вариант. Камуфляж жесткий и хорошо носится за счет того, что он каучуковый. Так, дальше приступим к пилочке. Смотрите, у меня интересный случай. Поверни так, чтобы руку было прямо видно. Смотрите, у меня... Ну вот на камере не очень видно, в жизни сильнее видно. Попробую вот так развернуть. Смотрите, у меня безымянный пальчик уходит в сторону. Видно? Вот. И сейчас мы на рисуночке, сейчас я вам нарисую схему, разберем, как опиливать именно, как работать именно с таким ноготочком. На доске, думаешь, лучше? Мне кажется, нет. Мне кажется, здесь удобнее. Значит, смотрите. Наш ноготочек. Вот у него есть ось. И, например, наш ноготочек растет в какую-то сторону. Ну, особенно это будет видно после того, как клиент пришел на коррекцию. Вот такая деформация у нас произошла. Что нам делать в этом случае? Ну, во-первых, опил нам нужно делать обязательно со стороны клиента. То есть, сначала, если мы видим деформацию, нам нужно развернуть ручку клиента именно с его стороны. И посмотреть, где у нас ось. То есть, в данном случае, мне бы черный маркер, я бы на себе сейчас нарисовала. Сейчас одну секунду. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. О, белый, белый маркер. Да, лучше стереть его. Так. Сейчас. Так, смотрим на мой ноготочек. Значит, смотрите. Заходи сверху, чтобы было видно. Смотрите. Я, значит, провожу аккуратненько со стороны клиента. Но, опять-таки, это можно мысленно делать. Не обязательно это делать маркером. Я просто, чтобы вы видели. Вот таким образом провожу линию. То есть, я развернула со стороны клиента. Мысленно нарисовала себе линию. И вижу, что вот эта сторона. Вот так разверну. Вот эта сторона уже, чем вот эта. То есть, он у меня начал расти немножко туда, в правую сторону. Соответственно, что я должна делать при опиле? Вот эту сторону я пилю меньше. Вот эту сторону я пилю больше. Соответственно, находим точки в роста на моем рисунке. И пилочкой я буду больше работать именно с этой стороны. Иногда получается, что эту сторону практически трогать не нужно. Вот это все мы убираем. Но, для того, чтобы это увидеть, изначально, когда вы начинаете работать с опилом, обязательно нужно посмотреть со стороны клиента на пальчики. Иногда с нашей стороны это бывает не видно. И мастер начинает пилить, пилит, уже опилил форму практически, нужную длину, разворачивает руку со стороны клиента и видит, что у него там деформация. Поэтому мой совет всегда, прежде чем начинать работать с опилом, посмотрите на руку клиента именно с его стороны. Вам будет видно все косяки. Дальше. Как мы работаем с опилом формы овал? Сначала нам нужно найти у клиента точки в роста. То есть мы отгибаем валик и смотрим, где у клиента точки в роста. Почему нам это важно? Если мы будем работать неправильно в точках в роста, то у нас будет появляться, помимо заусенцев, это как бы не очень страшно, а у нас будет появляться боковой анихолизис. То есть если мы будем работать неправильно пилочкой, то очень большая вероятность, то что анихолизис пойдет к точке синуса. То есть у нас будет боковой анихолизис. Значит, чтобы этого избежать, смотрите, каким образом мы должны поставить пилочку. Вот под таким наклоном. Относительно ноготочка, вот если выровнять, посмотреть прям сверху, видно, что у меня сразу пилочка пошла под наклоном. Не вот так. Если мы работаем вот так, как раз мы можем проскакивать эту точку в роста и уходить туда, куда нам не нужно. Немножко положили на бочок и вот таким образом мы поработали в точке в роста. Вот так. А если точки в роста не одинаковые, одна ниже другой, допустим? Ориентируемся на нижнюю точку в роста и начинаем форму опиливать именно оттуда. Лучше для того, чтобы вы хорошо видели, разворачивать ручку на бочок. Будет вообще идеально, тогда вы точно ничего не перепилите. Вот таким образом поработали в одной точке в роста. Дальше, смотрите, подкладываю также пилку. Неправильно, держи сверху. Подкладываем. И сзади моего плеча встань, пожалуйста. Сейчас камера просто нестись будет упора, нет? На плечо мне положи. Чуть-чуть сюда. Сейчас не слышно, пусть. Вот, вот так, ага. Значит, разворачиваем ручку на другую сторону. Также, смотрите, подкладываем наискосочек. Если точки в роста, вот они у меня тоже, в принципе, на разном уровне видно. То есть вот этот ниже, вот этот выше. Но здесь не принципиальное расхождение. То есть этого даже видно не будет. Поэтому здесь я работаю, не ориентируясь ни на какие точки, а работаю от одной и работаю от второй. Если расхождение очень сильное, то есть, например, сильно уходит точка в роста, а вторая прям здесь, низко-низко, тогда мы работаем все-таки от нижней точки, чтобы визуально было одинаково. Положили вот таким образом, нащупали точку в роста и также наискосочек поработали здесь с правой стороны. Вот так. Дальше мы работаем уже только на свободном крае, точки в роста мы не трогаем. То есть чуть-чуть отступаю и уже более, положила более перпендикулярно пилочку. Я работаю только на свободном крае. То есть до этого у меня был наклон. Сейчас я отступила и перпендикулярно работаю с одной стороны. Вот смотрите, до серединки проработала. Если вы будете пилить просто ровно треугольник, то скорее всего у вас будут проблемы с перепилами вот в этой части. То есть когда ученики, даже очень часто замечаю, начинают работать, пилят треугольник сначала, а потом из треугольника пытаются выпилить форму овал. Такой опил возможен только при идеальной ногтевой пластине. А так как они у нас встречаются очень редко, что можно получить, если просто выпиливаем сначала треугольник? Если вот так развернуть ручку, то мы можем получить от точки вроста, то есть вот наш ноготочек, вот в таком ракурсе, вот такой опил. То есть вот такую щербинку вот здесь мы можем получить. Понятно? Поэтому я всегда советую опил вести более закругленными движениями. Вот такими, в одну сторону. Поставила чуть-чуть отступив от вроста. Во вторую сторону. То есть не просто прямую линию, как в треугольнике, а чуть-чуть изгибаем пилочку. Перевернула со стороны клиента, обязательно проверила. Если что-то не нравится, можно прямо с этой же стороны и исправлять. Дальше, на что нам нужно обратить внимание. Поворачиваем на бочок, то есть сейчас мы зарисуем вторую схему. Поворачиваем на бочок наш ноготок. И чаще всего вы будете здесь видеть вот такую боковушку. Это неправильно. Такая боковушка нам будет давать искаженную форму уже через неделю. Поэтому здесь мы стараемся опилить ровную прямую. Развернули ручку вот таким образом. Поставили пилочку под ноготок. И опилили ровную линию. Если мы посмотрим, сейчас ноготочек перестал быть клюющим. Вот так. С одной стороны. Перевернули. Пальчиком оттянули. Вот видите, тоже подвисание это некрасивое. И также поработали с этой стороной. Хорошенько наклонили пилочку вовнутрь. Дальше. Какую нам еще нужно линию проверить? В торце. Если мы сейчас посмотрим в торец, то мы увидим. Сфокусируем на торце, Леша. Смотрите, вот эта половинка у меня подвисает. Видно, вот здесь есть щербиночка. Вот эта половинка подвисает. Нам нужно, чтобы здесь была идеальная прямая линия. Нет, я не инструктор. Все техники мои личные. Значит, когда-то была, да. Но был один момент, поэтому его обсуждать не хочу. Сейчас все техники именно мои. Дальше. Смотрите. Подкладываем пилочку также под низ. Смотрите. Вот таким образом. То есть, если посмотреть, вот таким образом я положила. и выравниваю линию, делаю абсолютно ровной. Вот так. То есть, вы должны обязательно смотреть на торец. Торец вам расскажет о том, какая форма у вас получается. Потому что, тоже сейчас вам нарисую. Иногда бывает, смотрите, вы в торец заглядываете, а у вас там вот так. Это говорит о том, что у вас недопильный овал. Да, вот их, вот эти вот углы надо убирать. Иногда вы заглядываете в торец, а у вас там вот так. Это говорит о том, что вот здесь сбоку подвисание есть. То есть, вот так торцы не должны выглядеть. Они должны у нас выглядеть абсолютно ровными, когда мы заглядываем вовнутрь. То есть, абсолютно ровная прямая вот здесь. Вот в этой части. Вот. И опять-таки, еще момент. Когда вы работаете вот с этой боковой, когда вы работаете с торцом, вы должны обязательно следить, чтобы пилка у вас была хорошенько под... уходила хорошенько под ноготочек. Если у вас будет вот такой опил, или вот такой, вот так вы будете пилить. Так, подождите сбоку. Вот. Вот так будете пилить. То вы будете просто опиливать новую форму овал. Нам нужно положить вот так пилочку. Прям хорошенько под ноготочек. То есть, мы работаем с нижней частью ногтя. С нижними боковыми. Вот таким образом работаем. И опять переворачиваем, смотрим со стороны клиента. Сейчас мы увидели, что у меня ноготочек стал ровненьким. То есть вот так. Он уже не клюющий. Боковушки ровные. Внутри ноготочек у нас выпилен. Материал держится хорошо. С этой стороны тоже у нас все ровно. И мы можем ноготочек покрывать. Он уже не будет у нас вниз растущим. Дальше вот еще разочек покажу на среднем ноготочке, потому что здесь тоже есть хорошее подвисание, его прям очень видно. Подкладываем пилочку под один врост. Сначала я работаю только с вростами. Потом не уходя на другую сторону, чтобы было быстрее, я сразу прорабатываю боковую сторону, уже не трогая врост. Долго в нем работать не стоит. Перехожу на вторую сторону. Оттягиваю валик. Нахожу вростик. Опиливаю сначала его. Если у вас врост разросшийся, вы все равно не можете делать ноготочек уже. Это чревато анихолизисом боковым. И выпиливаю форму. Аккуратненько со стороны клиента. Проверяю. Немножко уходит в эту сторону. Со стороны клиента сразу исправляю этот момент. Девочки, ну если какие-то расхождения в длине у меня сейчас есть, я на это не смотрю, вы должны сверять. То есть мне можно указательный покороче сделать. Чуть-чуть капельку прям можно было бы. Но это я потом уже буду исправлять, когда уже буду заканчивать делать себе ноготочки. То есть со стороны клиента я проверила. Опять-таки развернула ручку на бочок. Вот у меня это подвисание некрасивое. Положила вовнутрь. Поработала. Мы даже практически не касаемся здесь точки вроста, когда мы это делаем. Но для этого нужно обязательно руку на бок положить. С одной стороны развернула, открыла валик, поработала со второй стороны. Можно про анихолизис эфир предложить. Попросить в смысле. А девочки, смотрите, про анихолизис. Очень много выставляла информации. К нам приезжает Цыкин. Да, это у него очень много регалий. Ну, самое распространенное, что можно про него сказать, что это врач-дерматолог. Это самое важное. Вот, он к нам приезжает в апреле. Это будет 20 и 21 апреля. У него будет шикарный курс по анихолизису. И этот будет 21 апреля и 20 у него будет курс по болезням кожи и ногтей. Я считаю, что эти курсы обязательно должны пройти все мастера маникюра и педикюра. Потому что очень часто приходят случаи, просто с которыми вы не знаете, что делать. И вы, получается, теряете свою компетентность во глазах ваших клиентов. Это очень плохо. Поэтому вы должны знать, в каком случае можно что-то сделать, в каком-то случае нужно обязательно отправить к врачу, в каком-то случае можно помочь вашему клиенту. То есть я считаю, что это курсы вообще для всех абсолютно мастеров, начинающих или уже долго практикующих. То есть будет очень интересно. Поэтому до этого курса, скорее всего, такого эфира точно не будет. Вот. Вот так. Ну и я думаю, что в эфире просто рассказать все, что, в общем, должен знать мастер, невозможно. Потому что, например, у него курс идет с утра до вечера. И такую обширную информацию дать в эфире невозможно. Так можно, конечно, сказать какие-то там причины, из-за чего он может возникать по вине мастера. Ну, вот это вот самая первая причина, это пилка, да? Когда мы неправильно работаем в зоне просто. Вот. И проверяем последнюю линию. Это наша нижняя линия, линия торца. Аккуратненько проходимся. Чтобы у нас там была абсолютно ровная линия. Еще, наверное, такой вопрос всех будет беспокоить сейчас. Что делать, если у нас, у клиента растут ногти вертолетиком? Как это понять, да? Это когда у нас торец мы смотрим, а у нас вот эта вот сторона уходит вниз, а вот эта поднимается вверх. Вот так. На перекосяк. И, соответственно, если мы будем пробовать выпилить ровную линию, то у нас просто ничего не получится. Что нам в этом случае нужно сделать? Если вы не умеете работать гелем-полигелем, так, давайте вот здесь на схеме нарисуем, это же будет нагляднее, понятнее. То есть вот у нас вот эта сторона уходит, сейчас мы работаем с вами с торцом. Вот в торец мы, если посмотрим, вот здесь у нас точки в рост, а там вот у нас многоточек пошел. Нас сейчас интересует торец. В торце у нас вот так опустилась одна сторона, вторая поднялась. Смотрите, девочки, что нам нужно в этом случае сделать? Если у нас старый материал стоит хорошо, как вот у меня сейчас на указательном пальчике, то мы делаем, в принципе, то же самое. То есть, смотрите, если бы у меня так было с указательным пальцем, я бы на этой стороне, которая опустилась вниз, оставила материал старый, а с этой стороны, которая опустилась, вернее, поднялась вверх, я бы убрала старый материал. Мысль понятна? Здесь оставляем старый материал, а здесь убираем. То есть, вот здесь оставляем, здесь все спиливаем полностью. За счет этого мы, опять-таки, компенсируем нехватку ногтя, и вот это мы выпиливаем, опущенный наш ноготочек, изнутри фрезой. Если у нас нету старого материала, значит, по аналогии мы работаем новым материалом. Вот сюда мы должны положить с вами базу, желательно какую-нибудь погуще и пожестче. Выкладываем сюда базу, опиливаем ее аккуратно сверху и выпиливаем наш ноготочек изнутри. Тогда мы, получается, выравниваем вот эту линию торца, где у нас должно быть ровненько, и за счет этого поднимаем наш деформированный ноготочек. Это понятно, но в основном у нас все клиенты приходят со старым покрытием, поэтому мы можем здесь поработать очень хорошо. Поэтому я говорю, самое первое, что мы должны сделать, это диагностика. Посмотреть в торцы, какие у нас ноготочки, не деформировалось ли там что-то, потому что очень часто у нас деформации на ногтях. Развернуть со стороны клиента, ручку посмотреть, начал ли расти у нас какой-то ноготочек вбок. Только после этого мы приступаем к опилу. Когда мы уже знаем, что, например, на указательном у нас деформация, у нас опустилась одна стенка, боковушка вниз. Значит, мы здесь оставляем старый материал, а здесь его полностью убираем. Например, клюющий ноготочек, мы полностью вот здесь убираем материал, а от наивысшей точки до кончика оставляем полностью старый материал, для того, чтобы выровнять. И если у нас, например, уходит, как у меня безымянный ноготочек вбок, соответственно, эту сторону мы будем пилить меньше. Вот эту сторону мы будем пилить меньше. И упор мы будем делать вот на эту сторону. Также совет, девочки, если у вас с глазомером плоховато, бывает такое, либо вы начинающий мастер, ничего страшного, если вы будете на ногтях клиента карандашиком механическим, такой с выдвижным стержнем, рисовать себе ось. То есть это очень простой способ увидеть, ровно вы выпиливаете или нет. Вот, сейчас мы допилим наш безымянный, потому что как раз на нем у нас уходит ноготочек в правую сторону. Опять мы начинаем. Так, сейчас. С вростика. Да, кстати, чтобы не порезать клиента, нам нужно вот эти боковушки обязательно запиливать баффиком. То есть вот таким образом проходится хорошенько, чтобы не резать клиента на любой пилке. Прошлись. Вобросьте. И начинаем выпиливать боковую сторону. Врост я уже не трогаю, работаю только с боковушкой, чуть-чуть отступив. Вот, видно, что я чуть-чуть отступила и работаю больше с боковой. Я действительно пилю наискосочек, то есть я пилю форму треугольник, но только единственное, что движение у меня вот такое при этом. Да не, не утомительно, девочки. На самом деле курс очень интересный. Кажется, что утомительно, но там очень много примеров, очень много слайдов, очень много, что можно почерпнуть для себя. Действительно. Жути много. Ну, жути тоже много, но я как бы вот этот курс подбирала. Я прочитала сначала очень много отзывов про этого человека и вообще про этот курс, то отзывы просто шикарные. Всем очень понравилось. Спрашивала у девочек специально. Нет, не скучно. Вот еще ни одного, ни одна девочка мне не написала, что ей было скучно. Так, с одной стороны мы поработали, развернули, посмотрели, что мы, в принципе, восстановили нашу ось. И здесь нам нужно только, ну, слегка-слегка больше именно во вросте поработать. То есть вот врост мы опилили. и совсем чуть-чуть доработали форму овал. Опять разворачиваем, убираем подвисание с одного бока. Аккуратненько развернули, оттянули валик, убрали подвисание. Я не разбиваю это на пункты. Смотрите, девочки, я вот подвисание убрала и сразу прошлась по торцу, чтобы быстрее было. На пункты я вам разбила для того, чтобы было понятно, о чем речь. Все можно совмещать. Будет быстрее, конечно же. То есть из-под низа. Полностью прошлась по боковой и сразу по линии торца. Так, и со стороны клиента еще раз посмотрела. Если что-то не нравится, что-то не симметрично, также со стороны клиента я поправляю. Чем отличается форма миндаль от формы овала? Абсолютно ничем. Смотрите, единственное, что когда я пилю овал, смотрите, когда я пилю овал, у меня движения идут вот такие. То есть вот у нас центр. И на форме овал у меня движения вот такие. То есть пунктируем, если изобразить, то вот они. Вот так я пиливаю. Когда я пилю миндаль, движения у меня будут вот такие. То есть вот здесь я не делаю скругления. И у меня получается миндаль отличается от овала только окончанием. То есть миндаль у нас имеет форму более острую на кончике. Как у орешка. Вот так. И овал будет более скругленный. Кончик будет более закругленный. Все. Больше они ничем не отличаются. Абсолютно. А пил только в боковых сторонах отличается. То есть здесь мы уводим на острое и не скругляем кончик. Здесь мы доходим до серединки и скругляем кончик. Вот таким образом. Вот можете задать вопросы. Может быть что-то непонятно или может быть что-то недорассказало. Какие-то может быть проблемы у вас, когда вы работали с клиентом, что-то встречалось вам такое, с чем вы не могли справиться. Подскажите, а как быть, если клиент отказывается от поднятия клюющих, например, не хочет платить за это, так оставлять? Ну, если он не хочет платить, вы же не будете насильно его, да, в кошелек ему лезть? Ну, не хочет, значит, оставлять так. Вы ему должны рассказать, что от этого бывает, да? Что от того, что у нас ногти растут вниз. Плюс ко всему еще, как правило, эти клиенты ничего еще сами себе не подпиливают, да? То есть, по идее, такие клиенты должны подпиливать себе длину хотя бы раз в неделю. Самостоятельно покупать у вас пилочку и подпиливать себе длину. Вот. Такие клиенты, как правило, у нас ничего не подпиливают, да? Они у нас самые умные, конечно же. Вот. И что может от того, что ничего не подпиливается и еще не выпрямляются ноготочки? Что может быть? Во-первых, сильнейшая деформация. То есть, ноготочки и так клюющиеся, плюс вот этот материал. Довчонки, давайте сейчас я отвечу и потом еще раз зададите вопрос, потому что комментарии уходят, я не могу читать и отвечать одновременно. Значит, смотрите. От того, что ноготочек растет вниз, получается, что у нас вот этот материал тянет его еще сильнее, соответственно, будет еще сильнее загибаться вниз, да? То есть, со временем это будут совсем клювики такие, что уже смотреть на них будет страшно. Дальше. Это трещины во вростах, да? Очень частенько бывают трещины, и клиенты не понимают от чего. Именно от того, что натяжение материала получается эффект рычага. То есть, у нас материал сам по себе давит на кончики, плюс еще клиент что-то делает этими кончиками и начинается по бокам трещина. Дальше. Анихорексис, да? Это расщепление ногтевой пластины. Очень частенько она, эта галочка, эта трещина появляется в зоне кутикулы также от перехожного, во-первых, материала. То есть, это тоже может быть, если даже не вниз растущие ногти. Но чаще всего именно на вниз растущих ногтях, когда перехаживают с материалом, именно из-за того, что не поднят кончик. То есть, сильнее получается материал давит на ноготочек и в зоне кутикулы, особенно если ногти достаточно тонкие сами по себе, может произойти вот такое вот расщепление ноготочка. Это одна из причин, конечно. То есть, это не основная причина, это одна из причин. Дальше. Что еще может возникнуть? Отслойки. Если мы работаем, например, каким-то более жестким материалом, например, полигель, да, ну, даже на геле это возможно, то может быть отслойка именно посередине. То есть, такой пузырь появляется от того, что, опять-таки, натяжение материала, эффект рычага, то есть, на кончик у нас все давление и появляется пузырь, который со временем может пойти дальше и дать полностью отслойку всего материала. Так, в чем ошибка, если после выравнивания форма ушел? Так, давай ты прочитай тогда. У меня проблема правой стороны. Левая сторона пилится идеально, но правой никак. Так, подскажите, как сделать, чтобы было симметрично? Во-первых, уже ответила первое то, что нужно чертить линию, да, то есть, вы можете сразу развернуть ручку клиента и прочертить себе ось. Для этого берите механический карандашик с выдвижным стержнем. Очень удобно стирается моментальным бафиком. Дальше. Если у вас страдает всегда одна сторона, вы, во-первых, запоминаете, что вам нужно начинать пилить именно с нее, с той стороны, которая у вас проблемная. И еще мой совет, ставьте освещение на двух сторон. То есть, у вас на столе должно быть освещение и слева, и справа. Что ты меня так все хочешь снимать? Ну, а что я? Молчу, мне озвучивает. Мне хоть может рот как-то открывать. Ну, ты открывай. Давай, дальше, что там? В чем ошибка, если после выравнивания формы в бок растущих ноготков при отрастании все равно ноготок уходит в бок? Он будет уходить. В поле любом раскладе это только на коррекции. Мы поправляем, на какое-то время хватает, потом он все равно растет. Мы же физиологию изменить не можем, у клиента растут так ногти. Я делаю это бесплатно, мать Тереза. Но есть одна, которая категорично отказывается, ей жалко натуральный ноготь, не хочет спиливать его внутри. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вы рассказали, что может быть? Хочет, пожалуйста, пусть ходит. Мы же не можем насильно это делать. Но бесплатно это делать точно не нужно. Бесплатно можно сделать только тот вариант, который я сейчас показала. То есть, из старого материала мы немножко поднимаем ноготочки. Вот это можно сделать бесплатно, потому что, в принципе, старый материал нам уже оплачен. Вот, поэтому... А все остальное, все манипуляции делать бесплатно, вы знаете, девочки, ну вы себе остеохондроз бесплатно заработаете только. Вот, а его надо еще лечить. Массаж делать, да, там всякие пояса носить, и это все денег стоит. И поэтому, ну, нет, бесплатно я не согласна. Все. Ну, дальше комплименты. Вон, спасибо. Спасибо, спасибо. Вот. Ну, тогда, если больше нету вопросов, мы будем, наверное, заканчивать, потому что я знаю, что сегодня 7 марта, все девочки готовятся. Если вы не пилите, значит, себя приводите в порядок, чтобы куда-нибудь можно было завтра пойти. Мы тоже сегодня с девочками собираемся пойти на корпоративчик небольшой. Вот, так что выйдем еще немножко в эфирчик попозже. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете мне писать в директ. Я, в принципе, всегда отвечаю, как бы никогда никого не игнорю, поэтому пишите, если вдруг столкнулись с какими-то проблемами. Надеюсь, что эфир был полезный. Вот. Если у вас какие-то есть темы, вы можете их предлагать. Также в ленте вот под этим постом, который я писала про прямой эфир, можете предлагать свои какие-то темы. Тоже буду рассматривать обязательно. Про нехолизис я учла. Еще какую-то тему там предложила. А, про выравнивание тоже учла. Вот. И, соответственно, ну, могу еще быстренько сказать анонс тех курсов, которые у нас пройдут. В апреле к нам приезжает Дарья Касталия из Москвы. У нее очень интересный курс по френчику. То есть у нее будет аппаратный маникюр плюс френч. То есть если у вас проблемы именно с таким вопросом... По трамплинам еще сделайте, говорит, эфир. По трамплинам. И почаще эфир вообще выходить. Хорошо. Не всегда есть время, конечно, но будем стараться. Хотя бы раз в недельку выходить в эфир. Вот. Значит, вот у нее будет очень интересный курс по френчику. Очень рекомендую. И у нее будет интересный курс по арчному укреплению. Опа, у тебя видно. Вот. По арчному укреплению тоже интересный очень курс. Будет она показывать, как сделать как раз легкое поднятие. Вот. Как работать полигелем, если кому-то это актуально. И, соответственно, там будет уже комби маникюр входить по ее технике на любом режущем инструменте. Дальше у нас потом будет в апреле как раз этот курс цикинг к нам приезжает. У него будет по болезням ногтей и рук, кожи. По педиатюру я даже не знаю. Может, когда-нибудь. Вот. И по курсу, вот курсу они ходят. Здесь будет дальше. Потом к нам приезжает Анна Романова. Это будет начало мая. И в конце мая к нам еще приезжает Ольга. У нее будут очень крутые курсы по росписи. Тоже скоро выставлю все в анонс. Просто невероятно крутые курсы по росписи. Вот. Также можете предлагать, кого вы хотите еще у нас видеть. Может быть, на кого-то давно смотрите и хотите, чтобы мы пригласили. Тоже было бы очень для нас полезно. Ну и вообще, будьте поактивнее на страничке. Пишите свои комментарии. Пишите. То есть, вы можете писать то, что вы хотите видеть на нашей страничке. Что вы хотите в прямых эфирах. Какие бы вы хотели там мастер-классы увидеть. Еще что-то. То есть, все. Пишите в ленте. Я буду очень рада. Вашей активности. Вот. Всех с наступающим 8 марта, девчонок. Все, можно заканчивать. Надеюсь, в общем, всем понравилось. Все было полезно. А кто слушал, молодец. Да. Всем пока. Я тебя шокировал какой-то. Вы пишите в этот, прям в директ. Можете со ссылочками. Ссылки пишите, и мы все учтем. Спасибо вам большое за обратную связь. Девчонки, всем пока. До новых встреч. Сохранить только. До новых встреч.